Привет рыбакам! Этим видео я хочу начать цикл видеоблогов под названием «Легкая рыбалка», посвященный ловле рыбы с портативных плавсредств, которые не в тягость носить с собой. На своем канале я и ранее периодически выкладывал видеосюжеты, в которых ловлю рыбу с байдарок, но какой-то целостности в этих сюжетах не было, поэтому и возникло желание более предметно осветить аспекты ловли рыбы со сверхлегких лодок. Первый выпуск «Легкой рыбалки» я хочу посвятить легкой рыболовной байдарке «Фишкаяк» от компании «Тайм Триал». Расскажу вкратце историю разработки «Фишкаяка». Недавно я, как рыболов, накопивший немалый опыт в ловле с легких байдарок, консультировал компанию «Тайм Триал» по вопросам разработки новой байдарки, максимально приспособленной для рыбалки, превосходящей по уровню комфорта, скорости, легкости, надежности и универсальности применения обычные малые грибные надувастики. И вскоре после этой консультации был изготовлен прототип, который, собственно, освещается в этом видео. После получения «Фишкаяка» я решил первым делом устроить тестовый заплыв на ближайшем от дому пруду. На следующий день планировался рыболовный выезд, и мне хотелось убедиться, что лодка не преподнесет мне неприятных сюрпризов на воде. Жизнь все-таки научила с осторожностью относиться к опытным образцам. Но опасения были напрасны, технически лодка была сделана безукоризненно, а на воде повела себя точно так, как и ожидалось. Вот комментарии рыбака, взявшего в руки байдарочное весло первый раз в жизни. Вы вчера делали первый выход на этой байдарке, что вы скажете? Ну, наверное, все-таки лучше, если в лодке один, напарников нет. Такой комплект эгоиста, да еще и в стесненных условиях, где-нибудь так, где травки много, оттолкнулся веслом в руках и вперед. Как понимаю, вы байдарочное весло первый раз в жизни в руках делали. И сразу поплыла. Понравилось, очень понравилось. Ну, сказать, что я прямо сейчас куплю, не могу. Мысли уже такие появляются, да? Ну, наверное, в перспективе все-таки это будет в ближайшее время. Сухие технические данные прототипа. Длина 3 метра 60 сантиметров, ширина лодки 1 метр, диаметр баллона 30 сантиметров, вес без кресла и элементов обвеса 6 килограмм, вес в максимальном оснащении порядка 9 килограмм. Материалы. Ткань ПВХ с плотностью 550 и 640 грамм на квадратный метр. Количество отсеков 2 в базовом варианте или 4 в варианте повышенной надежности. Кстати, если вы имеете свои мысли по поводу количества отсеков в базовом исполнении, пишите в комментариях. Сидение. Кресло с регулируемой спинкой из материала AirDeck. Необходимая жесткость достигается даже при давлении развиваемым обычным ручным или ножным насосом. Защитные носовой и кормовой тенты. В прототипе не съемные, а в серии планируются съемные. 4 оптимально расположенных держателя для удилищ. Леерная обвязка. Ну а теперь видеосюжет с водоема, где проходила рыбалка. Это фишкаяк. Байдарка, созданная специально для рыбацких нужд. Сразу можно установить подстаканники для удилищ. Сделано очень грамотно. Это обычные кусочки 40-мм фановой трубы. Тут и колечко есть резиновое, которое не дает повредить спиннинги. И обеспечивается хорошая жесткость на наклон удочки самой этой трубкой. Вот что мне нравится в тайм-триале. Даже прототип. Лодка, которая еще в серию не вышла. Но сделано все продумано. Вот на липучечке мы закрыли кармашек, в который вставили. Пруток. Все красиво, аккуратно. Все фирменно. Никаких сложностей. Пруток заточен под карандашик. И легко проходит во все проушины. Легкий ход. Практически незначительное рыскание. Плавнички можно было, конечно, делать больше по площади. Но в данном случае это компромисс между весом-размером и курсовой устойчивостью. Грести приятно. Лодка идет хорошо, гладко. И скоро уже выйду на точечку. Очень интересный опыт. Ловлено супер ультралайтовый спиннинг. Всякой интересной рыбы. Вот, наверное, маленький судачок. Удочка, вот эта, до трех грамм тестом. А я ее нагрузил сразу пятью граммами свинца. Свинца, еще, наверное, грамма четыре. Приманка. И еще судачок. Мы даже сопротивляемся. Нас даже не оторвать от дна. О, как. О, как. Иди сюда. Иди-ка сюда. Иди-ка сюда. О, какая прелесть. Какая красавка. Для основной тяжелой снасти это, конечно, не рыба. Что есть она, что нет. Раз, вымотал и все. А вот с такой снастью ловить, конечно, приятно. Вот опять поклевка. Опять сопротивление. Продолеваем удовольствие. Медленно выводя судачка. Сопротивляется. Вибрация передается. Не хочет выходить. Но мы его все равно достанем. Вот он. Такой маленький, хороший судачок. Мамку зови. Ну что, сегодняшняя рыбалка завершилась. Она была более-менее успешной. Но больше всего я доволен именно лодкой. Опробовал ее в настоящем бою, как говорится. На рыбалке, на полноценной. И она показала себя с лучшей стороны. Превосходная управляемость. Превосходная остойчивость. Еще очень важно то, что в этой лодке есть все то, что нужно рыбаку. И, в общем-то, ничего не забыто. То есть здесь есть удобное крепление весла. Вот таким вот способом. Совершенно надежно. Есть четыре стакана для удочек, которые я использовал очень активно. Есть специальный кармашек для установки датчика эхолота. Но это пока все экспериментальное. И я самодельный держатель для датчика сломал. Поэтому не смог им полностью воспользоваться. Есть великолепные косынки. Спереди и сзади. Есть удобнейшее сидение. Это восемь часов. Безвылазно абсолютно. Спина не устала. Ноги не затекли. Все очень удобно. Очень высокая посадка. Ощущение того, что сидишь в абсолютно надежном плавсредстве в эдаком крейсере. Лодка называется Фишка Як. Делает ее компания Тайм Триал. Но она пока сделана в одном экземпляре. Это прототип. И надеюсь, скоро она пойдет в серию. Спасибо за внимание. Обзор байдарки Фишка Як подготовил Андрей Сонар. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальцы вверх. И до новых рыбалок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова